Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у меня на обзоре будет конденсаторный микрофон от Аудиотехника AT2020. И, пожалуй, мы сделаем... Так. Да. Сейчас вы слышите именно этот микрофон от Аудиотехника AT2020. И да, мне его еще предстоит настроить. А начнем мы, пожалуй, с распаковки. Так, вот, собственно, коробочка от Аудиотехника AT2020. Так, вскрываем пленочку. Да, это, собственно, конденсаторный микрофон стартовой серии от Аудиотехника. Вскрываем коробочку. Так, что у нас тут? Лицензия, все педали. На этом всем долго останавливаться не будем. Это у нас, собственно, сам микрофон, диаграмма направленности. Это, собственно, это кардиоидный микрофон. Внутри вот такая вот сумочка кожаная, ну или дерматиновая. Внутри такая достаточно мягкая, да. То есть прикольная на очек. Будет надежно. И внутри вот такой вот крепеж для самого микрофона. То есть заместо паука вот такая вот херня. Кому-то и такого хватит, в принципе. Да, сумочка достаточно прикольненькая. Я думал, она будет немножечко поменьше. Так, и больше там ничего нет, только микрофон. Да, собственно, больше ничего не положили. Это вам не Алиэкспресс. Подарочков тут не кладут. Так, достаем сам микрофон. Опс, что-то такое. Конечек. Да, как видите, капсюль уже виден. Это 16-миллиметровый капсюль. То есть это, скорее всего, электретный капсюль. Электретный конденсаторный капсюль с кардиоидной направленностью. Вот так вот он выглядит. Собственно, другие микрофоны от линейки аудиотехника выглядят примерно подобным образом. То есть, если вам нравится стиль, и вам не важно, там сильно очень качественное звучание, так, гриль у нас, кстати, железный, то можете выбирать именно вот этот вот микрофон. Это, скажем так, стартовая младшая линейка. Потому что есть и дороже, они, в принципе, выглядят так же. Так мы закрутим нашу подставку. Вот так это все закручивается. Собственно, сам микрофон. Сам микрофон закручивается вот таким вот образом. И снизу. И снизу у нас винт есть. Образец попался, который с хреновой покраской. То есть, у него везде какие-то крапинки. Либо мне так не повезло. Напиши в комментариях, если у тебя такой микрофон, или ты видел такой микрофон вживую, то напиши, есть ли у тебя такая ерунда, как у меня. Потому что как-то это все стрёмно выглядит. Так, здесь такой переходник. Его можно выкрутить, и это уже будет, скажем так, на пантограф. Так, ну, выглядит он достаточно прикольно. Скажу я вам. Перейдем, пожалуй, к тестам. Этого микрофона. Легко. Но эта сумочка немножечко побольше. Поскольку этот конденсаторный микрофон, он также требует оборудования комнаты, то есть, звукоизоляцию, или выставления гейна поменьше, и делать тогда небольшой proximity эффект. Но тогда он будет ловить прежки, как вы видите. Но для таких случаев есть вот такие вот поп-фильтры. И, пожалуй, это тот случай, когда стоит им воспользоваться. И сделаем поближе. Ёжик в тумане. То есть, имейте в виду, что если вы хотите пользоваться этим микрофоном, то вам понадобится дополнительный к нему поп-фильтр. И что еще? Печально. То есть, вот эти вот все звуки, включение по полу, они тоже будут ловиться, поскольку у этого микрофона нет в комплекте паука. Но это не значит, что этого паука нельзя никак навесить. Да, скажем так, это их самая базовая модель конденсаторных микрофонов. Стоит она не так дешево, как бюджетные микрофоны, но это самый базовый порог вступления в ряды аудиотехника, боев, или я не знаю, если так вообще можно выразиться. Но если вам всегда нравился звук аудиотехники, то есть, их микрофоны, как они звучат, то вот это минимальный порог входа. По мне, не очень хороший и выгодный вариант. У меня были гораздо выгоднее варианты на обзоре. Стоили немножечко дешевле, он там плюс-минус 10-5 евро, да. И у них был паук, поп-фильтр, провода даже было у кого-то. Вспомним этот Behringer TM1. Вообще великолепный у него и паук. Очень качественный был провод в комплекте был. Сам микрофон почти как Rode NT. Ну, в принципе, так как реплика Rode NT, если сам крутить отдельно микрофон, он идентичен. И также поп-фильтр, встроенный в паук. Ну, он съемный был, но, то есть, это очень прикольно. Скажем так, Rode NT для бедных. Хотя он не такой уж и дешевый, но стоил, в принципе, в районе этого микрофона. И обладал большой мембраной. То есть, у него был большой конденсаторный капсуль с золотой мембраной. Этот же капсуль является 16-миллиметровым. То есть, это маленький электритный капсуль. Да, под некоторыми микрофонами у меня бывали в комментариях, спрашивали вес микрофона. Я, конечно, не знаю, зачем это вам нужно, но вес его общий составляет 345 грамм. И размер 162 на 52 миллиметра. Да, как вы поняли, это конденсаторный микрофон. И, как и любой другой конденсаторный микрофон, он требует фантомного питания 48 вольт. Да, у него типичная диаграмма направленности 124 дБ. Так, сделаем ген немножечко потише. И приблизим его вот так вот, чтобы был небольшой proximity effect. Это такой термин, когда говоришь вот таким вот образом. Да, если у вас нет аудиоинтерфейса, и вам понравился, в принципе, дизайн этого микрофона, этот же микрофон есть в вариации USB. Но за качество аудио я, конечно, не ручаюсь, поскольку каждый USB микрофон имеет своеобразные шумы. Но есть одно но. Все микрофоны, имею в виду USB микрофоны, которые я тестировал, с кабелем со старым выходом, вот с таким вот старым выходом, как у принтеров, у них постоянно были шумы. То есть фоновый шум у них был очень большой. Такого, конечно же, не встречалось. К примеру, у такого вот парня, который находится позади меня. Это, собственно, револейтор. На него тоже будет обзор. Это, собственно, USB микрофон от марки Presonus. Но этот чувачок очень классный. У этого микрофона не такой большой шум, поскольку у него вход на Type-C. Но это просто мое наблюдение. Это не значит, что если вы купите микрофон USB с выходом на Type-C, он будет обязательно бесшумным. Все зависит, конечно же, от самого микрофона. Просто делюсь своим наблюдением, поскольку я протестил уже достаточно большое количество USB микрофонов. И да, выходы со старым шумят. Или даже Type-A или Type-B, они все шумят. А Type-C все выдавали хороший результат. Да, говорят, что микрофоны от аудиотехника хорошо подходят, если вы любите писать вокал. Так, я придвину немножко побольше, а то я слышу свое эхо. Вот, небольшой proximity effect. Вот таким вот образом вы можете, в принципе, им пользоваться. И звук, кстати, достаточно хороший. Но нужно пользоваться микрофонными приемами, поскольку если делать пэшки, пэшки он все же ловит. И да, пока мы не ушли слишком далеко, по традиции, сделаем небольшой тест этого микрофона. И, конечно же, мы будем это все делать без поп-фильтра. На расстоянии полувытянутой руки этот микрофон будет звучать вот так. Гейн выкрутен на 70%. На расстоянии вытянутой руки этот микрофон будет звучать вот так. Гейн выкручен на 80%. На расстоянии 20 сантиметров этот микрофон будет звучать вот так. Гейн выкручен на 55%. А с поп-фильтром это будет звучать вот так. В тех же кондициях, но сбоку, этот микрофон будет звучать вот так. При тех же 20 сантиметрах задней стороны этого микрофона он будет звучать вот так. Если поставить этот микрофон к подбородку, этот микрофон будет звучать вот так. И как вы слышите, он не ловит никакие пэшки. Но единственный минус, что он ловит в моем помещении отражение. Отражение именно звуков от стен. И в завершение я хотел бы сказать, что этот микрофон подойдет так же, если вы делаете какие-то озвучки, играете на гитаре и даже стримите. Он улавливает звуки так же, как и на расстоянии, так и сблизи. Но нужно, конечно, быть аккуратным, поскольку он ловит пэшки достаточно хорошо. А также хорошо он будет звучать с гитары. И, в принципе, с укулелей он тоже будет звучать добротно. Кстати, вот фрагмент. В данный момент, как видите, мы пишем на другую аудиокарту. Все предыдущее аудио было записано на вот этот интерфейс. Он является 16-битным, а этот гораздо дороже и является более, скажем так, стартовым пакетом, но более профессиональным и более качественным в том плане, что в нем уже глубина звука 24 бита. Вот таким макаром мы это все делаем. Возьмем-ка мы, пожалуй, укулель. Вот таким вот образом, собственно, звучит этот микрофон. И, как я ранее уже говорил, лучше его использовать с поп-фильтром, потому что пэшки он ловит на ура. Хоть и является маломембранным конденсаторным микрофоном, у него, если я не ошибаюсь, 16 мм. Возможно, я это уже говорил ранее. Да, и пишет он таким вот образом. То есть, испытали мы его на разных аудиокартах. Сейчас, в данный момент, пишусь на 24-битную аудиокарту от Audient Evo 4. Микрофон относительно бюджетный, но при этом является достаточно универсальным устройством. Но, по мне, так, самое универсальное устройство это USB микрофон. Но с ними тоже надо знать, как правильно обращаться, чтобы не было посторонних шумов от самого же микрофона. Ну, у меня, собственно, все. Если я что-то не упомянул, пиши, как всегда, в комментариях. Ну, а с тобой был Дядя Бен, желаю тебе всего хорошего и до свидания. Если я что-то не упомянул, пиши, как всегда, в комментариях. Ну, а с тобой был Дядя Бен, желаю тебе всего хорошего и до свидания.